В начале августа на больничные койки попали сразу шестеро взрослых и двое детей с признаками отравления неизвестным веществом, находящимся в подсолнечном масле. После употребления продукта из Теренгульского района домашнего производства впоследствии скончались двое взрослых. Вчера, 18 августа, в региональные больницы поступили еще пятеро ульяновцев. Трое взрослых с признаками отравления и двое детей под наблюдением. По словам медиков, сегодня состояние всех потерпевших оценивается как удовлетворительное. В субботу на воскресенье в наше отделение приступило еще трое пациентов с жалобами на кровоточивость из десен, кровь в моче. Также они употребляли масло растительное, подсолнечное. Причем там есть связь именно с теми пострадавшими, которые уже лежат в нашей больнице. То есть они являются их знакомыми. Из того же самого района? Из того же самого района и из той же самой партии было масло, которое приобретали первые пострадавшие. Как оценивается степень их здоровья? Пациенты поступили с признаками кровотечения. По анализам были выражены нарушения свертываемости крови. На данный момент им проведено лечение. Признаки кровотечения у них купированы. По анализам сейчас улучшение. А с теми пациентами, которые уже находились до этого? Те пациенты, которые находились, они сейчас в стабильном состоянии. Им оказывается ежедневное переливание свежезамороженной плазмы. Состояние их без изменений. Признаков кровотечения у них сейчас не наблюдается. Но лечить их нужно продолжать, потому что без лечения анализы, при уменьшении даже дозы плазмы, начинают увеличиваться анализы показателей свертываемости крови. Насколько длительное лечение? Насколько, может быть, оно затратное, трудоемкое? Насчет длительности прогноза делать тяжело, потому что всем известно, что в Самарской области похожий случай. Там уже второй месяц проводится работа. Также пока нет улучшений. Но если подозревать самый длительно действующий яд из группы кумаринов, то это до 72 дней, период полураспада. К сожалению, так. По затратности лечения используется свежезамороженная плазма. Это продукт, который получается при донорстве крови, то есть необходимые доноры плазмы постоянные. На данный момент станция полураспада нам предоставляет плазму в полном объеме. Но я думаю, что никто не будет не против, чтобы плазму эту сдавали, восполняли запас. По словам специалистов, двое детей, которые поступили в ночь субботы на воскресенье, употребляли подсолнечное масло в пищу после термической обработки. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в областной детской клинической больнице. У ребят отсутствуют какие-либо симптомы. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новость Улправда ТВ.